Как только речь заходит о букашках, большинство людей испытывает отвращение. Фу, какая гадость, лапки, мерзость, уберите это скорее. Отпадайте мне тапок, давайте попрощаемся с этим немедленно. Но те из вас, кто подписан на мой канал Амфибийная Лаборатория, догадываются, что есть на свете люди, которые любят любых существ, которые готовы полюбить любую бестию, даже если она выглядит немножко непривычно, даже если она выглядит немного гадко. А некоторым из людей, чем более странно выглядит создание, тем больше хочется о нем позаботиться. И да, среди терроремистов есть огромное количество людей, которые любят беспозвоночных. Это не только пауки, это не только тараканы, это не только ставшие сейчас популярными формикарии с муравьями. Кивсяки, палочники, богомолы. Огромное количество беспозвоночных люди содержат в качестве питомцев. Но сегодня я расскажу о том, как содержать безумно странных существ. Что это, таракашка? Жук? Шарик, из которого вылупится Пикачу? С вами канал Бестиарий. Меня зовут Марина. Я расскажу вам всю правду о том, как правильно содержать мокридц в домашних условиях. Ну, удивительно, но мокрица это такое ракообразное. Да, по своей биологии, эта таракашка гораздо ближе к комару или крабу, чем к насекомым. И, как и многие ракообразные, она стала очень популярным питомцем. Не знаю, в чем тут секрет. Возможно, в том, как завораживающе двигаются их лапки, в том, как они мило сворачиваются. Или в их разнообразии. Они бывают очень разных цветов, оттенков и размеров. При этом они очень просты в содержании. Поэтому террорумисты чаще всего просто становятся коллекционерами. И как с разноцветными рыбками не могут остановиться. Хочу такую мокридц, такую красненькую, синенькую, беленькую. Посмотрите, какие милые у этой пятнышки. Люди заводят их просто для того, чтобы любоваться ими. Просто для того, чтобы радоваться успехам в их содержании и разведении. А еще простые виды мокридц часто заводят любители ящериц или лягушек. Потому что мокридцы богаты кальцием. И использовать их в качестве дополнения к рациону питания других животных. Это очень неплохая идея. Правда, как основной рацион они вряд ли подойдут. Потому что размножаются не очень быстро. И так как же их содержать? Моих мокридц мне подарила прекрасная девушка Ульяна. Коллекционер этих чудесных беспозвоночных. На выставке-ярмарке Рептилиум. Которая проходит два раза в год в Москве и один раз в Питере. Ульяна заранее озаботилась, чтобы я правильно содержала мокридц. Поэтому она написала для меня специальную инструкцию по их содержанию. И в этом ролике мы будем расселять моих новых питомцев согласно инструкции. С чего начинается содержание любой зверушки? С правильного выбора домика. Какой же домик подойдет мокридцам? Ульяна пишет, что для того, чтобы содержать большую колонию мокридц, больше 60 особей вполне подойдет. Обычный пластиковый контейнер объемом от 2 литров. То, что мои новые питомцы могут жить так компактно, меня очень радует. Вот такие контейнеры я для них приготовила. И, конечно, в них нужно будет сделать вентиляцию. Для этого я просто взяла шило и проколола несколько дырочек. Также их можно было проковырять ножом или проплавить паяльником. Дырочки я сделала очень маленькие, потому что мокридцы в этих контейнерах будут размножаться. У них будут появляться очень маленькие детки. И мне совсем не хотелось бы, чтобы они сбежали из моего контейнера через вентиляцию. Много дырочек мы делать не будем, потому что влажность для мокридц нужна порядка 80%. То есть, сильно испаряться влага из контейнеров не должна. Следующее, что нужно нашим питомцам, это питательный субстрат. Мокридцы это наземные, ракообразные. Они живут в лесной подстилке и зачастую ею питаются. Поэтому для их содержания мне понадобится питательный субстрат. Они будут в нем жить и его же они будут есть. Именно по этой причине кокосовый субстрат не рекомендуется для содержания мокридц, потому что он достаточно пустой. Он не гниет и поэтому никакого детрита, никаких питательных веществ для мокридц не содержит. Ульяна советует взять просто немного лесного субстрата. С лесами в Волгограде проблема, но также она пишет, что подойдет мох и трухля деревьев и различный опад. Под опадом имеются в виду уже опавшие, покоричневевшие, проферментированные листья. Опад подойдет любой, но больше всего мокридцы уважают дуб, бук, липу, березу, яблоню и рябину. У меня есть дубовый опад, который я использую в террариумах для лягушек. Его же я и предложу своим мокридцам. Также у меня есть старые коряшки. Я собирала их из торфяных озер на Белом море для того, чтобы они были перегнившие и не портились в террариумах с лягушками. Но некоторые из них оказались недостаточно твердыми, начали гнить и поэтому сейчас они мягкие, они легко крошатся и для мокридц это очень классно. Поэтому я просто взяла эти коряшки, измельчила их руками. Надеюсь, это послужит неплохим субстратом. Но если у вас рядом есть лес, то вы можете взять и накрошить любой трухлявый пенек, который там найдете. Конечно же, мокридцы будут рады укрытием в виде коры, веточкам с лишайником и другим таким штукам. Их у меня не очень много, но тоже есть. В общем, немного мха сфагнума, немного трухляшек и дубовый опад будут основным субстратом для моих мокридчиков. И так как субстрат достаточно сухой, особенно трухляшкой, я как следует его опрыскаю из пульверизатора. То, как промок субстрат в первом контейнере, когда я опрыскивала его из пульверизатора, меня не устроило. Поэтому во втором контейнере я решила просто налить воду и как следует промочить субстрат, чтобы он промок как губка. Да, так намного лучше. Наконец-то приступим к расселению новых питомцев. Ульяна подарила мне целых пять видов мокридц. Первые называются Парселио левис или Дейри Кау. Это крупный вид до 2,5 см в длину, очень плодовитые, быстро растут и размножаются. Парселио левис простые в содержании, окрашены по-разному. Это те самые мокридцы, про которые я сказала, посмотрите, какие у них пятнышки. Они действительно похожи на маленьких коровок, ну маленьких относительно коровок, потому что относительно мокридцы это действительно очень крупный и очень интересный вид. Ульяна пишет, что они неприхотливы к влажности, но больше сухолюбивы, поэтому я посадила их в контейнер с самой большой вентиляцией. Эти мокридчики мне очень понравились, надеюсь им у меня понравится тоже. Ульяна пишет, что с этим видом надо быть аккуратными, с белковыми подкормками, не давать в постоянном доступе, так как они умирают от их переизбытка. Да, что касается корма для мокридц, тут все просто. Им дают белковые подкормки, это гомарус, дафния, корм для рыб, овощные и фруктовые. Если не жалко, можно дать раз в месяц кусочек морковки или яблока. Второй вид это Трихолипус мастаренсис, Монтенегра. У вида присутствует половой деморфизм, черные особи самцы, рябы и самки. Это влаголюбивые мокридцы, их субстрат сверху всегда нужно держать влажным, и они очень любят морковь. Они среднего размера, до полутора сантиметров в длину. Третий вид Кубарис мурина из Таиланда. Это влажный вид, они очень быстро размножаются, но достаточно мелкие, по 0,8, максимум 1,2 сантиметра в длину. Четвертый вид Армадилиум вульгары или Magic Potion. Ульяна пишет, что это ее любимый вид, и что их крутой окрас в виде желтых и черных пятек на белой основе реально выглядит Magic. Они любят среднюю влажность и большой слой сухого опада, который мы им сейчас и обеспечим. Это достаточно крупные шарики, в длину взрослые вульгары 1,8 сантиметров. И пятый вид Парселянида спруйносос, Orange или Blue Powder. Действительно, среди этого вида есть и оранжевые особи, и голубенькие. Ульяна пишет, что это самые неубиваемые мокрицы, что они всегда в движении и очень быстро размножаются, поэтому являются отличным кормом. У них небольшой размер, 1,2 сантиметра. Едят они все и вся. И для них нет никакой разницы, будет у них сухо или влажно, им все равно. Это потрясающе. Эти мокрицы мне уже очень нравятся. Я действительно вижу в них большой кормовой потенциал. И они достаточно симпатичные. Вот и все. Теперь моих мокриц надо будет не забывать время от времени подкармливать и опрыскивать чистой водой из пульверизатора. Я надеюсь, ему мне понравится. Обязательно буду рассказывать о том, как они обживаются в новых контейнерах. Но, скорее всего, буду делать это на канале Бестиарий Лайф. Надеюсь, после этого экскурса в мир почвенных и ракообразных больше людей посмотрят по-новому на чудесных мокриц. И будет содержать их правильно, радовать их и радоваться самим. Ссылку на инстаграм Ульяны я оставлю в описании ролика. Спасибо ей еще раз большое за чудесных мокриц и, конечно же, за эту инструкцию. Помните, что для каждого животного есть правильная инструкция. С вами был канал Бестиарий. Меня зовут Марина. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok